Меня зовут Рик Ронер, пришло время заправиться. Сегодня 12 января. Мы читаем мою книгу «Драгоценные истины из греческого языка». Если у вас такой ещё нет, приобретите её. Потрясающая книга. Она для ежедневного чтения. Итак, сегодня 12 января. Эту главу я назвал «Уникальный резервуар Божьей силы». Уникальный резервуар Божьей силы. В Библии откроем послание к Ефесянам, 6 главу и 10 стих. В этом стихе апостол Павел пишет. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Сегодня поговорим о слове «Укрепляйтесь». В греческом языке это слово звучит как «эндуномау». Слово составное. Первая часть «эн» значит «внутрь». Например, у вас в руках ваза, сосуд, и в неё вы вливаете воду. Ваш сосуд сделан специально для хранения жидкостей. Он удерживает воду, которую вы в него, внутрь него, вливаете. Слово «эн». Итак, в слове «укрепляйтесь» в греческом «эндуномау», первая часть которого произносится «эн» и означает «в», «внутрь». Есть и вторая часть «дюномау», которая произошла от греческого же слова «дюномос». А от слова «дюномос» произошло слово «динамит». Это нечто взрывное и мощное. Оно творит. Оно исполнено божественной энергией. Неудивительно, что этим словом характеризуется Святой Дух. На что я хочу обратить ваше внимание. Сила Святого Духа — это не безликая субстанция, свободно летающая во Вселенной. По определению Бога, она не просто порхает в облаках, шевелит листву или гоняет тучи над горными хребтами. Павел же добавляет к слову «дюномис» — приставку «эн», чем подчеркивает, что силе Святого Божьего Духа предписано располагаться внутри чего-то, внутри определенного сосуда. Это не свободно плавающая сила, но взрывная Божья мощь, вместилищем которой должен стать какой-то сосуд. Так, по словам Павла, мы с вами стали сосудами, стали вместилищем. Наконец, братья мои, он обращается к нам с вами. Укрепляйтесь в Господе. С греческого это можно перевести как «наполнитесь Божьей силой». Один из переводов гласит «наполнитесь сверхъестественной силой». Это значит, что Бог предназначил мне, ровно как Он предназначил и вам, стать особенно вместилищем Его сверхъестественной силы. Если вам сегодня нужно немножко больше силы, обрадую вас. Бог сделал вас сосудом для Его силы. Распахните душу, и Святой Дух переполнит вас. Вовсе не нужно умолять, клянчить. Вы и так созданы для этого самим Богом. Он ждет, когда вы попросите Его об этом. И сейчас примите же силу, наполнитесь Божественной мощью в эту же минуту. На вас и зальется сила Святого Духа, наполнит вас для придания необходимой крепости и уверенности на этот день. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»